Миф первый. Все клещи опасны. Это не совсем так. В мире насчитывается более 40 тысяч видов клещей. Переносчиками опасных для человека вирусов являются только два. Таёжный и лесной европейский. При этом и они не всегда заражены. Не специалисту в этом трудно разобраться. Установить вид клеща и оценить его опасность могут только в специализированной лаборатории. В прошлом году было всего исследовано от лаборатории Центра генопедемиологии более 1600 клещей. Из них 1500, чуть более 1500, были именно сняты с людей. Около 30 клещей уже исследовали на вирус клещевого энцефалита. Ну, соответственно, результаты на сегодняшний день отрицательные. Миф второй. Клещи переносят только энцефалит. Это, конечно же, не так. Таёжные и лесные европейские клещи переносят около 7 опасных заболеваний. Стоит отметить, что самый страшный из них – энцефалит – жителям Чувашии не грозит. За всю историю наблюдения в Чувашской республике нет ни одного случая своего заражения клещевым энцефалитом. Они могут быть у нас только завозные. Ближайшие наши соседи, у которых есть такая проблема, наверное, это Ижевск. А вот с болезнью лайма или боррелиозом республиканские инфекционисты встречаются довольно-таки часто. В месте укуса, примерно через 7-10 дней, мы уже можем забыть про это место укуса и даже не вспоминать, вдруг появляется опять какая-то болезненность, сжение, и появляется красное пятно папула. Это пятно затем увеличится в размерах. Вот это местная форма кожная, первичная. Если мы с вами это заболевание нашли, вот, как говорится, диагностировали на этой кожной форме, оно очень хорошо лечится. И в третий. Клещи живут на деревьях и прыгают на жертву с высоты. На самом деле клещи очень боятся высоты. Чаще всего насекомые прыгают на жертву с травы. Когда мы с вами попадаем в лес, самка нас уже чувствует за 10 метров. Мало того, то есть она не в ожидательной позиции, то есть она преследует нас. И этот процесс вот, поиска вот этого места для укуса, он продолжается обычно от 40 минут до часа. Четвертый. Клеща легко удалить с помощью растительного масла. Правильнее так. Клеща легко умертвить с помощью растительного масла. Щедро обмазывая дыхательное брюшко клеща маслом, мы перекрываем ему кислород. Облитый маслом клещ часто умирает раньше, чем успевает отцепиться от жертвы. Таким образом, из ранки иногда приходится извлекать мертвого клеща, который, к тому же, становится еще и более хрупким. То есть легко разрывается на части. Самый разумный способ удалить клеща – обратиться в ближайший травмпункт. Грамотные специалисты извлекут клеща при помощи медицинских инструментов. Пятый. Клещей привлекает светлая одежда. В действительности, органы зрения клещей организованы слишком примитивно, чтобы разбирать цвет. Поэтому следует честно признать – клещи нападают на всех без исключения. Защитить от них может только грамотно подобранная одежда. Выдевать противогаз и общевойсковой защитный костюм совсем не обязательно. Достаточно вместо майки надеть куртку, вместо шор – спортивные брюки. Обязательно, чтобы на одежде были такие манжеты, чтобы клещи не могли проникнуть под одежду. На голову обязательно нужно надеть косынку. Дарин, по мне кто-то ползет!